МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа «Новины региона» в студии Катерина Градницкая. Вітаю вас и сегодня в выпуске «Углядите». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Любимая музыка советского кино, балетные и концертные номеры. Цекавое веншавание до дня мужчину Бабруйском. Международная грая с майстры и начинающие спортсмены Могилёв примая первый этап чемпионата Беларуси по шахматах. Головная умова «Цвятится» незвычайную коллекцию оденья презентовали у могилёвским детяшим садку номер 86. Рост волового регионального продукта омально 1,5%. По выниках 2018 года промысловый комплекс оказал наибольший стотный уплыв на развитие региона. Промысловость выпустила продукции на сумму 9,4 млрд рублёв. Бойные предприемства Могилёвшины, вядомые далёко за межами Беларуси, организовали традиционную выставу своей продукции. Эту экспозицию подрыхтовали специально до сессии облсовета, на якой заслухались правоздашу, выканавшую лады по выниках работы за 2018 год. Рост объёмов вытворчасти, скорошение стратных предприемств, диверсификация рынку сбыту – таки выник социально-экономичного развития Ленинского района Могилёва летость. Не всё сдолили и выканали 5 из 8 доведенных показчиков, але динамика роста у працы реального сектора экономики заховалася. Лепше предприемство и организация – так само работники по выниках 2018 года на районной дождь с Игонором. В 2019 году мы обязаны просто закончить реконструкцию родильного дома. Для наших могилевчанок там будет много сюрпризов в этом родильном доме, потому что проект, хоть он и старый, но он уже нами модернизирован на основании опыта, который мы получили при посещении московских клиник и при посещении литовских родильных домов. И вот этот вот симбиоз стран Балтии с Россией и с Беларусью, я думаю, он будет, наверное, самым эффективным. Могилёв примае перший этап чемпионата Беларуси по шахматах сарот мужчин и жанчин. На споборництвы заявилися 4 десятки самых выбитных спортсменов. Адметное тое, что, например, чемпионат краины сарот мужчин у областных центра не проводился с 80-х годов минулого ста годзя. За первым туром интеллектуальной гульнины зерала Олеся Рыбалка. Шахматы – самый демократичный вид спорта. Неважно, кольки-то бе годов – головное досягнение в спорте. Тому сароту дельников чемпионату и международные грайс-майстры, и подлетки 12-14 годов, про яких принято казать, подают надеи. Уровень достаточно высокий. В мужском турнире играет один международный грайс-мейстер Виталий Тетерев из Новополоцка и два мастера. Николай Зарубицкий из Орши и Виталий Мирибанов из Минска. Ну и группа очень сильных шахматистов, сильных кандидатов-мастера, которые тоже претендуют, наверное, на высокие места. На Жаночем турниры Могилёшину проставляет молодая спортсменка с Бобруйску Ксения Зелянцова. Трениры, як Николи, различивают на доброе выступление шахматыстки. Девчонки не имеют 14-ти, а и она днями выиграла першинство Беларуси до 18-ти годов, причем во всех номинациях. Классичные шахматы, худкие и блиц. В этом году мне бы хотелось выиграть свою республику, также отобраться на мир или Европу и набрать рейтинг 200. Мне бы очень хотелось. Чемпионат краины, звычайно, проводится у республиканским центра Олимпийской подрухтовки. Зараз там рамонт. И то, что местом проведения обрали Миновита Могилёв, организаторы лечат за гонор. С поборництвы такого кшталту сиротжанчин у областным центры проходили опошний раз у 2001 годе, а мужчинские и вогли у 80-х годах минулого стагодзя. Чемпионат Беларуси по шахматах у Могилёві завершится 27 лютого. Алиса Рыбалка, Александр Тарасов, Новин Региона. Великий театр оперы и балета Беларуси подрыхтавал для аматоров музыки Бабруйска концерт «Для вас, мужчины». 23 лютого на сцене театра драмы и комедии Дунина Марцинкевича будут балетные и музычные композиции у выкананья столичных артыстов. Ещё не так давно убачить беларускую оперу, балет и великий концерт классичной музыки можно было только у столицы. Але 8 год тому Национальный Академичный Великий театр оперы и балета взрабил важный крок для жахароу інших городов. И отметна, что свой перший филиал Великий театр Беларуси открыл минавито у Могилёвской области. Гэта дало махчымысь регионам отрымаця салоду ад майстерства айчынных зорок опера и балета першей величине. На гэта раз же хары Бабруйска убачать балетные номары, а так сама новую камерную программу, основой для якой стала музыка советского кино. Солистка Великого театра Татьяна Тратяк упевнена, что песни допомагают и жить, и любить. Я думаю, что все песни в этом концерте, каждый из наших слушателей, кто придёт, и зрители, кто придёт на концерт, найдёт свою любимую. Там настолько широкий спектр эмоций и, так сказать, характер в этих песнях, и комические весёлые песни, и лирические трогательные. Я думаю, что каждый услышит то, что ему дорого. Музычные номары у выкананні артистов театра будуть у супроваджэння струннага квінтэта «Серенада». Андрей Скарабагатов, Валерий Яромін. Новины региона. Незвычайную коллекцию детячого отзеня презентовали у Могилёвским детяшим садку номер 86. У якости модельера тут выступают батьки. Особливость у тем, что коллекция целком складается со светлоотбивальных элементов. За финальным дефиле надзирали наши корреспонденты. Неколький день батьки кропотливо працевали над створением одения для своих дятей. Головное умово, как одение было практичным, и у им присутничали фликеры. Расскажи, что у тебя за костюм? С бабочкой. С бабочками. И такой еще с цветочками. С цветочками. А какие они? Светятся. Светятся. Темночные. Да? Да. А кто вам делал? Кто делал? Папа. Что мы можем увидеть на двоем костюме? Машинку. Вот это вот еще. Там еще сзади стоп. И ручка. Это костюм дорожного движения, пешеходного перехода. А для чего ты такой костюм приготовил? Чтобы меня было видно в темноте. Нават самые маленькие разумеют, что эти костюмы могут показать и доказать. У тембры можно быть бачными и при этом выглядеть модно. Мы хотели, во-первых, в игровой форме показать ребенку, что такое безопасность на дороге. Это очень значимо для наших детей, потому что большую часть времени они проводят на улице. И мы хотели просто показать, как это красочно и ярко быть с фликерами. И это очень красиво. В таком великолепном наряде, в таком ярком мы действительно будем заметны. И Ульяна знает, что такое уже в своем возрасте. Знает, что такое светоотражатели, что такое фликер и для чего он нужен. И он может быть не просто как вещь на сумке или на одежде, но и как красивый аксессуар. Это было очень интересно как родителям, так и детям выступать. Потому что родители творчески подошли к этому процессу. Они создавали костюмы. Я думаю, совместно с детьми выбирали этот образ. И чтобы привлечь и активизировать работу родителей и детей вместе. У школах и садках постоянно проходят разные акции, просвеченные без спецы детей. Дитяши сад номер 86 я еще раз показал. В гульнявой форме можно нагадать детям, как правильно себя поводить на дорогах. Дарис Семянько, Татьяна Соловьева, Виталь Алексеенко, Новин Рыгийона. Узмаснение ветру до 20 метров за секунду прогнозуют синоптики на пятницу. У совести с этим на 22 лютого обвешаны оранжевые узровые небезпеки. Чекается безыстотных опадков на дорогах гололёдится у ночи до минус 13. У день минус 3, минус 8. У выходные на двор я будя перамедливым, кажуть, у Аблгидрометия. У субботу безыстотных опадков ветер станет крыхутешей. А ле температура по раннейшему до минус 13, у ночи местами до минус 15. У день 1,6 градусов ниже за нуль. У неделю на Могилюшине чекается и мокрый снег, и слизкие дороги. А вот что до температурного фону, то, по словах синоптиков, опошняя декада лютого прогнозуется на 4 градусы выше за климатичную норму. До середины наступного тыдня на Могилюшине таксама прогнозуются часом опадки у выглядзі дажжу и мокрого снегу. Самые актуальные новини наши в области на нашем сайте tvrmogilio.by, так само у группах, у социальных сетках. А я с вами раз звітуюся. Дякую за увагу и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok